Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте. Ну, сначала мы, естественно, продолжим однодольный подкласс однодольных, и остановились мы непосредственно на подклассе орековых. Ну, то есть класс однодольных и подкласс орековые. Ну, типичные представители, мы уже говорили, с одной стороны это пальмы, с другой стороны, например, водные растения, типа рязки. Либо лианы. Различные лианы. То есть вообще достаточно такой разнообразный подкласс. Представители разные имеют, скажем так, экологическое значение. Ну, например, насколько я понимаю, пальма, она достаточно играет важную роль как пищевой ресурс. Не только для человека, но, с другой стороны, и, естественно, для животных. То есть она является как бы основой экосистемы. Естественно, от урожая зависит и выживаемость многих видов. Ну, а вообще широко у нас используются и кокосовая пальма, и финиковая. Например, финиковая пальма, она у нас также относится к семейству пальм. Это уже подкласса, да? Это уже подкласса, абсолютно верно. И широко применима для разведения съедобных плодов, особенно в засушливой местности. Причем считается, что финиковую пальму выращивают уже 4 тысячи лет. Это же как долго. Да, и изображение, опять-таки, финиковой пальмы мы можем даже наблюдать на некоторых древнеегипетских, например, даже памятниках. Вот. Высота этого дерева составляет от 12 до 30 метров, имеет прямой ствол. Ну, естественно, финиковая пальма в первую очередь ценится за счет своих плодов. Урожайность финиковой пальмы в среднем составляет 45-90 килограмм. Причем плоды начинают давать непосредственно деревья, которые имеют возраст 10-15 лет. И плодоношение может продолжаться еще 100, а иногда и даже 200 лет. То есть, в принципе, получается, как хозяйственная культура, она достаточно перспективная. И финик, он издавна пользуется как популярный продукт. Причем его иногда и сушат, и употребляют и в вяленом виде, и для многих стран, где растет финиковая пальма, выращивание фиников, естественно, продажа его составляет важную часть дохода бюджета. А резка, кстати, совершенно наоборот. То есть, это не наземные растения, сухопутные растения, а водные растения. То есть, она водные экосистемы осваивает. Да, да, и как раз она, в общем-то, распространена на поверхности водоемов. То есть, когда мы говорим, ой, там цветет озеро или река, да, то мы увидим такие вот мелкие какие-то листочки плавающие на поверхности воды. Это, оказывается, что это целое растение, которые вот такие мелкие зелененькие лепешечки, это как раз стебли этого растения, от которого отходят такие небольшие корешки. Они очень быстро размножаются вегетативным путем, поэтому в теплое время года они могут заполонить достаточно быстро чуть ли не весь водоем. То есть, получается, что резка, ну, во-первых, она, по идее, растет на течении медленном. И получается, что она, естественно, у нас замедляет скорость течения. То есть, например, стоячее озеро может благодаря ряске превратиться и в болото? Ну, она, по крайней мере, участвует непосредственно, участвует непосредственно, в первую очередь, в цветении водоема. Ну, естественно, органические вещества образуются при этом. Вот, но что можно еще сказать о ряске? Ряске, что ряска, в общем-то, образует такие мелкие невзрачные цветки, от которых даже незаметно с первого взгляда. Но на зиму, а ряска, чтобы пережить зиму, вообще все водные растения, как правило, переживают их состояние, так называемые, почки, которые, в общем-то, ряско образуют эти почки. Они опускаются на дно, и летом, опять-таки, начинается, ну, то есть, в теплое время года они поднимаются со дна на поверхность и начинают образовывать новые растения. Она размножается очень быстро. Еще можно отметить, также, вот если мы вернемся к пальмам непосредственно, то о них можно сказать, что, например, кокосовая пальма, она путешествует по свету. И, в принципе, скажем так, стала распространена, почему, достаточно широко, потому что кокосовый орех, он не теряет жизнеспособность и просто плывет по воде в течение трех месяцев, может не терять жизнеспособность. И таким образом получается, представим, например, образование вулканического острова. Или, например, скажем так, вот когда у нас там произошло какое-то неблагоприятное, например, землетрясение или сход вулкана и так далее, то у нас образуется безжизненное пространство. И как раз кокосовая пальма одна из первых, особенно среди цветковых, начинает осваивать эти безжизненные места обитания. Ну, и также можно сказать, что еще один представитель этого подкласса – это болотный аир. Ну, всем известно, что он используется и как лекарственное растение, что корневища его обладают отхаркивающим действием. Ну, и из названия понятно, что он растет на болоте, вот, и его собирают обычно осенью. Корневища собирают, да, в основном используют? И особенно, когда вода немножко сходит, сходит непосредственно с болот, то есть делается более благоприятное условие для сборки его. Но основа в основном аира – это отхаркивающие действия. Ну, я знаю, что его даже засахаривают каким-то образом, можно употреблять какую-то, как пряность аира. Еще, кроме этого, там содержатся в этом корневище различные эфирные масла. Ну, наверное, этим и обуславливается такой специфический вкус его. Ну, и лечебные свойства в том числе. Ну, что ж, а следующий подкласс – это подкласс триурисовые. К триурисовым относят обычные травянистые растения тропических лесов. В данном подклассе около 70 видов. Ну, подкласс очень маленький, и в основном это травы, которые растут в тропиках, поэтому мы на нем подробно останавливаться не будем, а перейдем к более значительному подклассу – к подклассу лилейные. Подкласс лилейные. Крупнейший подкласс однодольных, состоящий из 21 порядка и 56 тысяч видов. Обычно цветок образован тремя чешелистниками, тремя лепестками, шестью тычинками и тремя в разной степени срастающимися плодолистиками. Причем плодолистики срастаются с образованием одного пестика, потому что пестик у лилейных один. Но считается, что, опять-таки, центром возникновения лилейных – это были либо горы, либо пустыни. То есть, поэтому можно вернуться еще к одному утверждению, что в основном лилейные – это сухопутные растения. Да, в основном действительно они сухопутные растения. Причем у них очень интересно есть подземные видоизмененные побеги либо корневища, либо луковицы. Но, как правило, луковичные формы – это либо степные формы, и все свое время эти растения проводят в виде луковицы. Зацветают они только на достаточно короткий период, тогда, когда условия для этого благоприятные, с образованием цветоносов, побегов с цветками и так далее. Потом растения отцветают, и, опять-таки, у нас сохраняются луковицы. И считается, что как раз луковичные растения, луковичные, лилейные, они возникли в горах, потому что как раз луковица спасает растения от осыпи, при осыпях. То есть, когда вот идет осыпь, значит, на луковице имеются так называемые предаточные корни, и луковица имеет тенденцию втягиваться в землю с помощью вот этих вот предаточных корней. Ну, к луковичным относятся тюльпаны, лилии, гиацинты. Всем известны, например, лук репчатый. То есть, это растения, имеющие в качестве подземного побега луковицу. Дальше имеются, допустим, корневичные формы. Корневичные, как правило, мизофиты. То есть, это как раз растения умеренных широт. Вот. Причем, что очень интересно, что плоды у лилейных может быть либо ягодой, либо коробочкой. Причем, когда плод ягода, значит, внизу имеется корневище. А когда плод коробочка, значит, внизу имеются у нас луковицы. То есть, вот такое интересное соответствие у лилейных растений. Вообще, я смотрю, вот подкласс, он достаточно обширный. Такое количество видов, фактически, ну, можно сказать, явное большинство однодольных, это представители непосредственно подкласса лилейных. Ну, и, наверное, лилейные тоже произошло, розоцветные у нас произошло от слова роза, а лилейные, значит, лилия. Ну, да. Это типичные представители этого подкласса. Ну, что ж, хотелось бы рассказать о некоторых представителях. Ну, и начнем мы с подснежника. Он достаточно широко распространен. Ну, можно сказать, что мы часто очень подснежниками называем не совсем подснежник, а непосредственно ветреницу друбравную и другие растения из семейства лютиковых. А настоящий подснежник, он все-таки больше распространен на Кавказе. И, кстати, некоторые виды подснежников, они даже ядовитые. Вот. Ну, а так, безусловно, подснежник – это символ весны. Достаточно популярное декоративное растение. Еще одни представители – это ирисы и лилии. Ирис – это растение открытых пространств. Ирисы имеют два типа побегов – вегетативные и генеративные. Вегетативные побеги – это многолетние корневища, целиком погруженные в почву или частично выходящие на ее поверхность. Листья у ирисов плоские, ремневидные или мечевидные, иногда тонкие, лилийные, и собраны при основании цветоносов вееровидные пучки. Главное украшение ирисов – это их цветки, обычно одиночные или в малоцветковых соцветиях. Они отличаются изящной формой и богатством цветов. От чисто белых до почти черных и оттенков – желтого, коричневого, фиолетового, синего и красного. А цветок ириса крупный, состоит из шести лепестковидных долей околоцветника, расположенных в два круга. Мы неспроста даже соединили изображение лилии и ириса, потому что даже, скажем так, очень часто ирис называли лилией в древности. И поэтому некоторые предания, которые к нам пришли, очень трудно даже определить, что имели в виду, либо лилия, либо ирис. Если есть изображение, конечно, определить это можно. А на самом деле достаточно сложно. Ну, ирисы опыляются насекомыми, следует отметить. А вообще, название этого цветка произошло от имени богини ирис, которая спускалась на землю, чтобы сообщить людям волю богов. Ирис вообще известен с древности. Ну и достаточно сейчас, это достаточно, безусловно, популярное декоративное растение, которое сейчас завоевывает свою популярность снова. Ирис, да? Да. Ну, и можно сказать, что некоторые ирисы, они используются и как лечебное средство. Например, и в гомеопатии. Эфирное масло некоторых ирисов даже чем-то напоминает запах фиалки. Поэтому неспроста некоторые ирисы называли фиалковым корнем. Ну, а так, корневище, например, ириса японского используется при различных простудных заболеваниях, при бронхите. Ну, и теперь, наверное, следует перейти к лилии, которая, в принципе, и дала название целому такому обширному подклассу. Ну, я еще хотела бы тоже такое дикорастущее достаточно растение, как ландыш майский. Тоже растет в наших лесах, у него плод ягоды, соответственно, у него имеется корневище. Ландыш майский привлекает не только своим видом, но еще и своим определенным ароматом и используется как лекарственное средство. Это корневище ландыша. Ну да, но он достаточно ядовитое растение все-таки. Потому что там содержатся различные гликозиды. Ну, а если мы говорим о лилиях, то лилии это у нас многолетние растения, которые тоже имеют достаточно большую историю. Вообще можно сказать, что сейчас сорта лилии настолько разнообразны, что позволяют их выращивать в самых разнообразных условиях. То есть, например, для освещенных участков подходят одни сорта лилий. Для тех участков, где слабая освещенность, предлагаются другие сорта. На самом деле, еще лилиями часто называют растения, часто ничего общего с ними не имеющие. Ну, кроме ириса, часто лилиями назывались, например, аморилисы и кливии. Это такие изящные растения, которые у нас растут в комнате. Ну, на самом деле, это все-таки не лилии. Также не имеют никакого отношения к лилии и часто культивируемое у нас растение лилейник. Ну, на самом деле, что лилии также следует отметить, различаются и по высоте. Есть среди лилий и двухметровые великаны, и растения достаточно миниатюрные, ростом около 20 сантиметров. Ну, есть лилии, которые также используются и как овощные культуры, то есть клубни лилий, используются в качестве иногда даже источника крахмала. Причем луковицы лилий и поныне употребляются в Китае, Японии, а в нашей стране их употребляли и в Сибири. А вот луковицы едят как и непосредственно в вареном виде, но и даже употребляют и в сыром виде. И даже было время, когда, например, некоторые виды лилий были очень значительными, в основном в странах Азии, овощными культурами. То есть, наряду с декоративными свойствами у некоторых видов лилий есть и пищевые свойства. Ну, также лилию используют и в качестве лекарственного средства. Еще о лилии упоминал древнегреческий врач Диаскорит. Ну, а на данный момент лилия используется иногда даже и как эфирно-масличное растение. Вот. Ну, эфирное масло из него тоже достаточно ценное. Следует отметить, что в Испании и Италии лилия считается цветком Пресвятой Девы. И поэтому достаточно, скажем так, в церкви она является очень популярным растением. Но, тем не менее, лилии иногда были атрибутом и немножко других обрядов. Ну, наверное, все знают, что в Средневековье были так называемые охоты на ведьм. И как бы когда людей уничтожали, сжигали и так далее, использовали различные... То есть когда ведьм отлавливали? Да. Ну, считалось, что когда человеческое тело горело, и рядом там непосредственно находились цветки лилий, что оно как бы... все зло из этого тела уходит. И человек, ну, естественно, уже умерший, становится непорочным, как лилия. И имеет такую же чистую душу, как белая лилия. То есть у лилии достаточно разнообразная, скажем так. Использовалась она в самых различных исказаниях и достаточно популярно и... И почитается и у... и у... непосредственно у священников. Ну что ж, с лилией на этом все. Угу. Ну, я думаю, что стоит сейчас коснуться так называемого семейства орхидных. Непосредственно такого специализированного семейства. Хотел бы о нем рассказать. Надо сказать, что считается, что орхиды это самое специализированное семейство в области приспособления цветков к насекомым опылителям. И большинство из них это тропические виды, но встречается и в наших умеренных широтах. Очень интересное строение цветка. Значит, цветок состоит из трех наружных лепестков и трех внутренних. Один из которых видоизменен в так называемую губу. Вот она здесь показана, да? То есть получается, опять-таки, такой же оклоцветник, так же, как и у всех однодольных, да? И состоит из трех наружных, из трех внутренних. И, естественно, здесь чашечки никакой нет. Значит, это что касается цветка. Как касается лепестков. Значит, губа является посадочной площадкой. Вот еще раз ее покажу. Посадочная площадка для различных насекомых, которые опыляет этот цветок. Где располагаются части цветка, участвующие в размножении, то есть тачинки и пестики. Они располагаются в так называемой колонке, которая располагается в середине цветка. Вот она здесь. Значит, и что они себе представляют? Значит, ну, пестик. И всего имеется одна тачинка, в отличие от лилейных, которая срастается с пестиком, с образованием колонки. То есть, как бы, архидны, они немножко таким особняком стоят в подклассе, да? Да. То есть, если у лилейных большое количество тачинок, то здесь количество тачинок сведено до одной. Причем очень интересная вещь, что пыльца у архидных мелкая, она слипается, между собой склеивается с образованием достаточно крупных комочков, которые носят название полинии. Именно эти полинии и прикрепляются непосредственно на спинку насекомых. И переносятся на другой цветок. То есть, получается, что насекомое садится на губу, вот сюда вот, в поисках нектара. Значит, затем лакомится нектаром. И непосредственно, пока она этим делом занимается, сверху на него попадают кусочки, комочки полинии, которые они переносят на другой цветок. Надо сказать, что вот эта самая губа, она окрашена совершенно, может быть, в другой цвет, чем все остальные цветки. Могут быть больше и более ярко окрашены. И вообще для цветков орхидеи свойственно не только такое экзотическое строение, но еще, допустим, определенная окраска. Обязательно существуют различные, допустим, пятнышки. Очень часто на орхидеях существуют различные пятнышки, которые являются нектарными указателями. То есть, они указывают насекомым, где имеется нектар. То есть, вот этот привлекательный внешний вид орхидеи, очень высокие декоративные качества, они в первую очередь обусловлены непосредственно симбиозом с насекомыми? Ну, скажем, даже не симбиозом, скорее всего, а каким-то приспособлением к насекомым опылителям. Ну, тут скорее даже... Ну, может быть, да, можем так и сказать, что это симбиоз. Но вообще у орхидеи ведь у них самые разнообразные окраски. Да, самые разнообразные. Но, с другой стороны, если подойти к проблеме симбиоза, то, например, насекомые-то смогут, наверное, без орхидеи обойтись. А вот орхидеи сами без них обойтись не смогут. Они просто не смогут плодоносить. То есть, они находятся буквально в стопроцентной зависимости. Ну, поэтому, например, орхидеи, ну, кроме, естественно, там, яркой окраски, они иногда, орхидеи, опять-таки, напоминают бабочек или шмелей, или пчел, которые их опыляют. То есть, вот, имеют такое строение. Вот, кроме этого, иногда они, например, имитируют дрожание цветка, имитируют представители другого рода. Например, существуют различные роды, там, или виды пчел, да, и они, допустим, дрожание цветка на воздух имитируют, как бы, представители другого, вторгшиеся представители другого вида. И как раз непосредственно, когда пчела или оса устремляется на этот цветок и понимает, что это цветок, а не другой представитель, но уже поздно, она, в общем-то, вся находится в комочках поления. Вот, иногда они, аромат, который спускает орхидеи, он тоже совершенно различный. Это может быть аромат, напоминающий нам розу или гиацинта, или, может быть, допустим, аромат, пряный аромат, например, ванили. Она даже, то есть, напоминает даже от пряности до самых различных высоких декоративных растений, высококачественных. Да, то есть, такой съедобный аромат, который спускает ваниль, да, она как раз вот съедобный такой аромат. Некоторые очень специфические запахи, например, имитирующие запахи желез различных насекомых. То есть, таким образом, они, опять-таки, привлекают, например, насекомых к опылению, к себе. Вот, ну, естественно, здесь окраска чрезвычайно разнообразна у этих цветков. Наиболее их распространение достигнут, естественно, в тропических странах. Там, где растения орхидеи, в основном обитают на деревьях и являются эпифитами. Что значит эпифиты? То есть, они, в общем-то, находятся на деревьях и образуют так называемые воздушные корни. И этими корнями они могут поглощать влагу из непосредственно воздуха. Вот. Что еще дальше характерно для орхидеи? Характерно, если мы, опять-таки, вернемся к соцветию или цветкам, Ну, характерно то, что они, цветки долго цветут сами по себе. То есть, они сохраняют такой цветущий вид от двух недель до, даже иногда, нескольких месяцев. То есть, таким образом, они, опять-таки, повышают шансы для опыления. То есть, как бы, в них уже заложен длительный срок цветения. Да, длительный срок цветения. Иногда получается так, что, например, цветки орхидеи образуют соцветие, и их раскрывание идет неравномерно. То есть, тоже сохраняют длительное время для привлечения насекомых к опылению. Вот. Но, кроме этого, еще одной из особенностей орхидеи является то, что прорастают, имеют мелкие семена, ну, у них плод коробочка с различными мелкими семенами. И семена эти прорастают только в присутствии грибницы. То есть, гифов, определенно, грибов. То есть, у них есть симбиоз, еще есть непосредственно и с грибами. Да. Семена так просто прорастать не будут. Вот. И только тогда, когда грибница устремляется к зародышу, и питает его определенными веществами, а заодно еще дает ему определенные гормоны для того, чтобы зародыш тронулся в рост, только тогда зародыш начинает прорастать. Почему они не прорастают без грибницы? Так как у них нету запаса питательных веществ. Вот. И зародыш, естественно, плохо сформированный. Но иногда бывает так, что сама грибница может погубить зародыш. Поэтому семена, естественно, не прорастут. Но, как правило, устанавливается такое физиологическое равновесие между непосредственно грибницей и непосредственно самим семенем растения. Что самое интересное, грибница может сохраняться на протяжении всей жизни архидных. То есть, вот когда семя прорастет, образуются взрослые растения, и вроде бы этому взрослому растению уже грибница не нужна, все равно этот симбиоз остается. Вот такая вот интересная вещь. Но получается, вот все, что вы сказали, вот этим, наверное, и обуславливаются сложности. Да? Например, выращивание орхидей, непосредственно уже культурных орхидей. Да, тропических видов. Вот выращивание их как раз обуславливается. Трудности выращивания в том числе обуславливаются тем, что нужно грибниться. То есть, они более, скажем так, трудоемкие, ну, безусловно, они на порядок трудоемкие, чем даже роза, хризантемы, астра, о которых мы говорили. И все-таки, вот, и, наверное, и лилии тоже все-таки более легки в культуре выращивать. Ну, кроме этого, естественно, орхидеи, они очень долго растут. И зацветают не очень быстро. Но, тем не менее, вот сейчас все-таки у орхидеи наблюдается больше распространения, все-таки их больше стали выращивать. И вот если мы, и стоимость их потихонечку все-таки падает, становится более доступной. Ведь в свое время за какую-то уникальную орхидею в той же Великобритании отдавали целое состояние. А сейчас даже ведутся работы, что непосредственно в комнатной даже культуре можно выращивать орхидеи. Да, ну, там, если создать определенные условия, то некоторые виды спокойно можно выращивать и у себя дома. Наверное, это все обуславливается тем, что очень много окрасок необычных у орхидеи, поэтому, безусловно... Они привлекают, естественно. Да, привлекают. Вот, а потом сейчас же получены и различные гибридные формы, то есть более ярко окрашенные, более интересные, более экзотичные. Поэтому, естественно, это привлекает очень многих людей. И интерес к орхидеям, по-моему, зарастает с каждым годом все больше и больше. Вот, но нужно сказать, что вот кроме тех тропических орхидей, которые мы вам показывали сейчас, и которые чаще всего продаются в наших магазинах цветочных, еще существуют... В наших умеренных широтах тоже имеются орхидеи. Это так называемые ятрышник пятнистый или любка двулистная. Но любка двулистная, они все ведут наземный образ жизни, то есть укореняется в почве. Любка двулистная привлекательна тем, что ее цветки, белые цветки, испускают в сумерках очень приятный аромат, который привлекает различных ночных бабочек. Любка двулистная, это, в общем-то, ночная фиалка, которая поплатила за свой аромат. Но вторым представителем семейства орхидных это ятрышник пятнистый. Является ятрышник пятнистый. Тоже, в общем-то, растение, растущее на земле. Вот. И почему называется пятнистый он, это растение? Потому что на листьях этого растения имеются такие темные пятнышки. Отсюда название – пятнистый. И кроме этого, на цветках, которые образуются отцветия, тоже имеются различные пятнышки. Поэтому название ятрышник пятнистый. Но, естественно, так же, как и любка двулистная, в общем-то, он сейчас занесен в Красную книгу. То есть все-таки все они на грани вымирания? Ну, по крайней мере, вот умеренных широтах. Да, ну, можно еще сказать, рассказать и о других представителях этого подкласса. Ну, злаки тоже типичные представители. Да, ну, как раз вот семейство злаки. Что нужно сказать, что ареалы распространения злаков, он достаточно огромный. Цветок у них, естественно, имеют еще достаточно простое строение. Вот. И, как правило, они образуют соцветия. Соцветия совершенно различные. Это может быть метелка, это может быть, ну, допустим, сложный колос. То есть совершенно различные соцветия, опыляемые с помощью ветра. Характерно для злаков еще и то, что стебель, который у них имеется, так называемый стебель соломина, то есть стебель полы внутри. То есть это обеспечивает достаточно быстрый рост. Зона укущения у злаковых располагается внизу. И непосредственно, это опять-таки, при скусывании этой травы, так называемых этих злаковых растений, наблюдается достаточно быстрый рост новых побегов. Но злаковые, это у нас и газонные травы с одной стороны. Это и газонные травы, и большинство культурных растений, например. Зерновые практически, это злаки. Например, пшеница, рожь, ячмень. То есть все это злаковые растения, овес. То есть, в принципе, они издавна являются ключевыми культурами и дают основу продовольствия. Можно так сказать, что большой процент продовольствия как раз обусловлен непосредственно злаками. Ну, а сейчас бы хотелось рассказать об одном из представителей злаковых о растении полевица побегоносная. Полевица побегоносная является основой многих газонов. Вообще, это высоко декоративный вид. Но мы с вами видим, что как раз вот в данном случае полевица цветет, вот образуется метелка непосредственно на рисунке. А так, полевица это, безусловно, одна из лучших газонных трав. Ну, следует что сказать о полевице? Что, во-первых, она не очень устойчива. И ее единственный недостаток, это, в принципе, неустойчивость к засухе. А так, ее можно вполне выращивать и в городских условиях, и для спортивных газонов рекомендовать. Потому что данное растение, оно, в принципе, устойчиво, с одной стороны, и к вытаптыванию. С другой стороны, у нее высокие декоративные качества. Это мелколистный злак. Ну, еще один недостаток, то, что она раньше многих газонных трав, где-то на неделю-две, начинает желтеть. А вообще, полевица, она у нас является составной частью газона. И газоны у нас бывают разные. Назначения у нас делятся разные. И везде, безусловно, газоны состоят либо только из злаков, либо из злаковых с примесью других подклассов. Например, вот мы говорили о том, что те же самые хризантемы и васильки могут входить в так называемый цветущий газон, мавританский газон. Ну, газоны у нас, в принципе, в России раньше газон назывался очень просто, травник. Ну, и у газона у нас есть, в первую очередь, цены, например, для города газона тем, что они имеют различные экологические функции газона. И они у нас следующие. Итак, экологические функции газона. Улучшение микроклимата. В дерновом слое происходит быстрая минерализация органических веществ, которая способствует очищению почвы от вредных микроорганизмов. Газон оказывает ингибирующее действие на некоторые микроорганизмы, которые у нас непосредственно находятся в воздухе. Газон гасит вибрации и шумы, которые производят движения автотранспорта. Газон поглощает пыль, приносимую со стороны проезжей части. И шестое, газон закрепляет почву, предохраняя ее от распыления и сноса водой на мостовые. То есть, с одной стороны, у нас газон неплохой очиститель воздуха от различных вредных веществ, и даже существуют специальные смеси газонных трав. Кстати, в некоторые из них и входит, например, представленная ранее полевица побегоносная, которая, например, для рекультивации почвы используется, либо, например, для закрепления почв, в том числе и вдоль водоемов. То есть, в принципе, экологическое значение газона достаточно большое. Ну, следует отметить, что вообще газон, если мы говорим о декоративном качестве, то у нас он бывает разный. С одной стороны, он у нас бывает партерный. То есть, по такому газону, мы на него смотрим, как на красивую картинку. Что это значит? Что мы по нему пройтись не можем. И вот как раз очень часто вдоль некоторых предприятий или, например, на какие-то празднества устраивают эти так называемые партерные газоны, вот где постоянно, но, тем не менее, недостатка его какой, что по этому газону пройтись ни в коем случае нельзя. То есть, там как раз входят травы, которые не уст... Он очень распространен в Великобритании. Ну, и следует отметить, что, безусловно, он требует вложения достаточно большого количества денег, потому что за ним нужно постоянно ухаживать. И, с другой стороны, безусловно, если, скажем так, мы на какое-то время его забросили, то там возникают либо пролешенные, либо в целом вообще газон просто теряет полностью свои декоративные качества. То есть, такой газон, он только, в принципе, на картинке. Как на него можно смотреть, можно и любоваться, но пройтись по нему нельзя. И в основном выбирают травы, как я уже говорил, тонколистные, которые обладают еще высокой кустистостью. И рост у них тоже должен быть не очень высокий. Ну, и это, в основном, естественно, злаки. Представители, опять-таки, рода полевицы, овсяницы и мятлика. Ну, также используются, безусловно, и обычные газоны в садово-парковом и строительстве и так далее. Эти газоны у нас, безусловно, по ним пройтись можно. Все зависит от того, где мы их создаем. Если мы создаем, например, в парке, то, безусловно, все-таки люди могут пройтись по ним, и желательно большую часть газонов все-таки делать обычными. То есть, виды, которые туда должны входить, они должны быть устойчивы к вытаптыванию. То же самое можно сказать и при создании спортивных газонов, которые тоже требуют больших капитальных вложений. Все виды, которые туда входят, опять-таки, должны быть устойчивы к вытаптыванию. И еще следует отметить, что очень важно подбирать правильно смесь для газона, потому что в случае ошибки мы можем получить не тот эффект, который хотим. Например, если в газонную смесь входит такой злак, как райграсс, и входит, например, полевица, более высококачественная трава, например, полевица, овсяница, то если, например, процент райграсса в смеси будет выше 30%, а, например, полевица очень небольшое количество, около 50%, так как это связано, безусловно, с ценой, то в итоге мы можем прийти к тому, что данная дорогая трава полевица будет просто выпадет из травостоя, и у нас фактически будет господствовать тот же самый райграсс. Потому что некоторые злаковые, которые входят в состав газонов, они, безусловно, обладают меньшей декоративностью, но, тем не менее, они обладают высокой скоростью роста и просто заглушают другие газонные травы. Так что подбор газона – это тоже достаточно сложная вещь. Ну да, но все равно, в общем-то, и получение каких-то стартов газонных трав, которые устойчивы к экологическим стрессам города, тоже, по-моему, существенно для города. Например, к различным засолениям, к засолению, да, к тяжелым металлам. Да, безусловно, это очень важно, и мы к этому вернемся на последних наших лекциях. Ну, а сейчас вот хотелось бы ввести такой термин, как стресс. Что такое стресс? Да, непосредственно. Что же это такое? Ганс Селье впервые описал явление стресса – общей, неспецифической реакции организма, направленной на мобилизацию его защитных сил при действии раздражающих факторов. В развитии стресса были выделены три стадии. Первая – стадия тревоги, которая выражается в мобилизации всех ресурсов организма. Вторая – стадия сопротивления. И, наконец, третья стадия – это стадия истощения. Ну, вообще, стресс-то, безусловно, экологический стресс – это термин применим, ну, не только к растениям, но и к человеку. Те же самые условия города для человека – это тоже условия стресса, которые потом могут вызвать много всяких самых различных. То есть это общая характеристика стресса, да, стрессовой реакции. Но, опять-таки, наиболее значимы экологические стрессы для растений, потому что растения мигрировать не могут. Им все равно приходится мириться с теми неблагоприятными условиями, в которых они произрастают. И если они просто не адаптируются к ним, то они просто-напросто погибнут. Это вот как раз и отличает их от остальных организмов, то, что они не могут мигрировать, и они вынуждены мириться с той обстановкой, которая существует. Они просто обязаны к ней адаптироваться, либо они просто… Ну, стадия тревоги, вот первая стадия, о которой мы говорили, выражающаяся мобилизацией всех ресурсов организма, скорее всего, связана с изменением гормонального уровня, да? Да. То есть происходит сдвиг гормонального баланса, и затем у нас наступает стадия сопротивления, то есть выработка определенных веществ, ну, определенных структур, веществ, которые дают возможность каким-то образом сопротивляться этому фактору, да? То есть это могут быть выработки каких-то стрессовых белков, какие-то приспособления. Ну, и третья стадия, это непосредственно стадия истощения, она как раз свидетельствует об уже невозможности существования в данных условиях. Да, безусловно. Ну, а стресс у нас может быть, в принципе, любой неблагоприятный экологический фактор. Вы согласны? Ну, да. То есть, если мы берем те же самые газонные травы, то есть если они неустойчивы к вытаптыванию, и по ним постоянно ходят, то, естественно, они просто исчезнут. То есть они адаптироваться не могут к этому. С другой стороны, стресс, например, это изотопление, и, с другой стороны, засоление почвы. То есть все это достаточно неблагоприятно сказывается на растении. Стрессы могут быть и различные, например, зоогенные факторы. То есть, например, вспышка каких-то вредных насекомых, которые, естественно, будут влиять на непосредственно растения. То есть стрессовые факторы очень различны, и, безусловно, адаптироваться к ним, это очень важно именно в первую очередь для растений, из-за того, что как раз мигрировать они не могут. И, естественно, в каждой экосистеме стрессы разные. То есть если мы берем... Причем адаптация на разном уровне, да? Да. На клеточном и, кончая, организменном. Причем очень часто, например, если мы берем биотехнологию, получаем там растения устойчивые к какому-то экологическому фактору, то, например, клетки устойчивы к этому фактору, но стопроцентной гарантии дать, что, например, целое растение будет устойчиво, мы не можем. Потому что механизмы устойчивости очень часто не совпадают. То есть, в принципе... То есть если устойчива клетка, не обязательно будет устойчиво растение. Да, природа устойчивости, она разнообразная. То есть на организмном уровне эта устойчивость не подходит. Да, безусловно. И поэтому мы уже сказали о том, что в каждой экосистеме стрессовые факторы разные. Например, в городе это одни экологические факторы, в сельской местности другие. Ну и более подробно мы об этом поговорим на следующей лекции. Ну а время нашей сегодняшней лекции подошло к концу. До свидания. До свидания.